Очередная эмоциональная игра. Матч для нас складывался достаточно непросто. Много матчей в концовке. По ходу матча проигрывали. В первом тайме ошибались достаточно часто. Был хороший момент у Денту. Выход один в один. Второй мяч пропустили. Где-то у нас не хватало концентрации. Эмоционально немножко не хватило в этих моментах концентрации прежде всего. Плюс предупреждали, естественно, что у контратаки есть стандартные положения. Сильные качества Балтики. Сами не могли забить моменты. У нас были хорошие в первом тайме и во втором тайме. Слава Богу, что смогли забить первый мяч. Второй уже, я думаю, не то что назревал, но такая игра пошла на встречных курсах. Шансы у нас были в любом случае. Я рад все-таки, что не добили до пенальти. Мы смогли забить в основное время дополнительные эмоции. Когда матч так складывается тяжело и забиваешь в самом конце, конечно, добавлять эмоции. И в этом сезоне, что в чемпионате, что в кубке, мы получили достаточно много, исходя из того сценария, по какому развивался и чемпионат, и кубок. Спасибо. Переходим к вопросам. Не забывайте поставлять и называть издание. Пожалуйста, второй раз. Роман Романов, Сергей Богданович с победой. Спасибо. В перерыве двойная замена, но особенно интересует замена Ивана Сергеева. Это больше недовольство игроком или попытка структурно перестроить, потому что поменяли схему, с двух нападающих стали, ну, в три, грубо говоря, действовать? Нет, мы ничего не поменяли. Мы поменяли игрока по позиции. У нас также вместо Ираковича правый центральной защитник вышел Тараваев, а на позицию Ваня вышел Антуан, также второй нападающий, играли вместе с Кассиевым. И второй вопрос. Насколько весом вклад Ерохина в этот кубок? Потому что и с ЦСКА он весомый вклад нес и сегодня. Как показалось, тоже замена была кстати. И он и цеплялся за мяч. Ну, я думаю, Саша всегда выкладывается на сто процентов. У нас здесь заслуга всей команды. В том, что команда выиграла чемпионат и кубок в определенный день. Получилось лучше у Саши Ирохина, а другой у Бендеров, третий еще у кого-то. Это командная игра, несмотря на все те проблемы, которые по ходу сезона у нас были. Приходилось схему менять, потому что у нас, к сожалению, много и Дуглас травмировался, и Марионин с крайними защитниками. Сложности были, пристроились по ходу, и я думаю, что сезон, который складывался, тяжело, потому что где-то и не везло, где-то не могли забить какой-то период времени. Но, я думаю, если бы не было так сложно, не было тех эмоций, которые есть у ребят. То есть, в развиванке сказали, что нужно не играть, а выигрывать. А здесь нужна жертва, нужно перетерпеть и давать нечто большее для того, чтобы побеждать, не просто выходить и играть в футбол. Сергей, добрый вечер. От всей души поздравляю. Спасибо. Какая эмоциональность в конце матча с Ростовом, сейчас. То есть, это доказывает, что сезон был суперсложный из всех сезонов в Зените. Потому что давила вот эта ответственность, давила вот этот проигрыш предпоследней команде, которая вылетает. Вы его выплеснули, то есть, в конце согласны? Вот мое мнение. Проигрыш у предпоследней, кому не понял. Ну, Балтика все-таки это команда, которая покидает и проиграть Зениту было бы, ну скажем, ну не буду говорить такой слов, позор. Но, в принципе, скажем, не очень хорошо. Ну, это опять же присутствует некая антипатия к нашему клубу. Смотрите, выиграла бы любая другая команда чемпионат и Куба. Сказали, боже, какие молодцы. Выиграл Зенит, ну, плохо играли, но повезло. Все привыкают, но мы стараемся продолжать, несмотря на наши сложности, которые, в принципе, никого не интересуют. Поэтому в сегодняшнем матче настроек той же Балтики после последнего матча гораздо больше. Для них это матч жизни, команда вылетает. У нас, команда, которая выиграла чемпионат, причем так эмоционально, конечно, было сложно. Посмотрите, Байер, как играет Хайзер Слаутерман. 1-0 в меньшинстве, еле-еле. Это нормально. Тут нет первой и второй лиги команды, которая вылетела, не вылетела. Это Кубок, это финал Кубка. Здесь эмоции, функциональное состояние, это абсолютно. Вчерашние лиги чемпионов то же самое. Баруси, а насколько на бумаге слабее все там будут, шансов нет посмотреть, какая игра была. Да, результат может быть любой, это футбол, но качество игры это немножко другое измерение. И выигрывать вот эти эмоции, вынимать из себя, побеждая в чемпионате, в Кубке, это невероятно сложно. Я могу только поаплодировать ребятам, только они знают, как это сложно. Со стороны все кажется беленько, чистенько. Это очень много работы, труда, бессонных ночей кому-то или сложностей. Ребята заслужили в таком сложнейшем сезоне. Мы не только выиграли и Кубок чемпионата, еще и Суперкумк. За третий титул в этом сезоне, поскольку Суперкубок уже считается началом следующего сезона. Это первый раз. У нас было до этого один раз, но там другая ситуация была. Мы выиграли чемпионат уже как бы следующий сезон, а Кубок не выиграли. Поэтому то, что мы там трэбл сделали, это тоже для ребят очень важно. Побогреть наших болельщиков, наших фанатов. Видели, что Кубок розы вывесили. То, что они нас приходят и поддерживают, для них это отдушина. Они приходят и поддерживают нас против Динамо, Спартака, ЦСКА. Добавляют той энергии, которая нам необходима. А в рыбе всегда хотят все, это спортсмены. И наши, и соперники, и кто лучше, тот и более достоин. Но в формате этого турнира, Кубка России, конечно, победа заслужена. Потому что мы не вылетали ниоткуда. И поэтому формат, наверное, более понятный и проще команды, которая не вылетела с какого-то этапа. И потом вторым шансом воспользовался именно та команда, которая прошла весь цикл и победила. Это, наверное, появилось. Антипатии никакой нет, я скажу, что есть желание всегда видеть новые команды. Конечно, конечно. Это только единственный протектор. Нет, я понимаю, конечно, это тоже нормально абсолютно, что все болельщики болеют за свои клубы. Или болеют против Зенита, потому что он много сейчас выигрывает. Но это доля такая у нас, я думаю, и у Спартака Романцевского такая ситуация тоже. Сити, когда все так смотрят. Любовая и у Ювентуса. История одинаковая везде. Спортсмены должны быть очень сильные бороться со всем. Спасибо. История 1-1, наверное, перед самой сфере 11-метровых. Это был такой ход, чтобы обезопасить себя от каких-нибудь сюрпризов эксцентричных с его стороны при пробитии. Нет, это было связано с тем, что он попросил замену. У него спазм задней мышцы бедра. И ему срочно нужно было заменить и выпустить игрока. Мы думали, как перестроиться, поскольку был и Саша Ярохин, его немножко ниже, а Изидору выше. Изидор – быстрый игрок, с хорошим ударом, чувствует момент. И была надежда, что у него тоже будет шанс для того, чтобы забить. Плюс он тоже хорошо исполняет 1-метровый удар. Да, пожалуйста. Антон Воронов, с трэблом вас, пускай домашним, но все-таки трэблом. Это уже второй матч подряд, во-первых, трофейный, когда вы с волевой победой, с переворотом игры, с драматичной развязкой и неочевидными авторами голов. То есть это какие-то домашние у вас заготовки? То есть моменты с Артуром, момент с Алипом на добавленном времени? То есть готовились ли вы к тому, что в атаке сыграют именно Алипом? Ну, что касается первого мяча Нина Забил – это стандарты. Естественно, центральные защитники и высокорослое ходят всегда на стандартное положение, поскольку лучше других умеет играть головы. Что касается подключения Алипа, то, конечно, играя в три центральных защитника, здесь более руки развязаны. Это уже Караваева, который вышел, подключался достаточно много. Алип – игрок немножко другого плана, он меньше, чем Караваев, подключается, исходя из своих индивидуальных качеств. Но, тем не менее, фрагментарно он подключается, обостряет. Потому что Балтика играла очень низко, и, естественно, нужно было насыщать и штрафную площадь, создавать моменты для того, чтобы могли забивать. Да, пожалуйста, нет. Сначала правую руку. Денис Шелеметев, Новый Калининград. Сергей Николаевич, чем вас Балтика сегодня? Сергей Богданович, прошу прощения, чем сегодня вас удивило Балтика? Ну, Балтика в весенней части, я думаю, всех удивило со знаком плюс. Мне добрали, наверное, очков, которых им не хватило для того, чтобы остаться в премьер-биге, но по качеству игры. То есть команда нащупала ту игру, хорошее усиление. Команда очень хорошо в быстрых атаках создавала достаточно много моментов. Обидные потери очков, особенно в домашних матчах, не позволили, но с точки зрения качества игры. То есть в первой половине была такая команда, которая брала характером, борьбой, давлением. Вот во второй части чемпионата уже и быстрые атаки, и стандарт, и качество появилось другое немножко. Поэтому жалко, конечно, что Балтика покидает высший дивизион и по игре, естественно. И Сергей Николаевич проделал очень хорошую работу. И сама атмосфера, стадион, прекрасный город, очень жаль. Будем надеяться, что команда вернется как можно быстрее на высшую липу. А как вам половина сезона Данила Козова в Балтике? Очень ярко сыграла и молодец. Мы его брали, наверное, сколько уже прошло, полтора года. Когда он ездит с нами на сбору, он произвел на меня очень сильные впечатления своей игрой. Но в следующий сезон, может, и национально, все-таки сравнительно с главной командой, ему пришлось какое-то время уйти в более низкие лиги. И там, конечно, психологически, наверное, он немножко закис. И когда ему дали шанс в Балтике, он так же ярко играл, как у нас тогда на сборах. То есть для молодых игроков присуща некая нестабильность. Можно ярко сыграть на месте полтора, потом небольшой спад. Даня молодец, он много забил и большой объем работы. То есть такой материт и провел очень-очень качественный отрезок. Не от века у вас мысли вернуть его сейчас? Ну, я не знаю, какая обстановка касаемо договоренностей между клубами. Конечно, я думаю, сейчас практически любой клуб, пример, хотел бы видеть Даню у себя. Но здесь нужно понимать и позицию, и возможности для роста, получение игровой практики в совокупности все факторы. Но игрок, который многих впечатлил, очень рад за него. И последний. За чемпионство в этом сезоне бились три команды. За выживание чуть ли не шесть. И в финале Кубка «Зенит» чемпион играл против команды, которая уже вылетела. О чем это свидетельствует? О росте уровня российского футбола? Ну, я бы не сказал, наверное, что о росте. То, что чемпионат получился невероятно интересным с точки зрения интриги для болельщиков, это совершенно точно. Мы приучили немножко в предыдущие годы заранее становиться чемпионом. И когда в последнем туре, до последней минуты, вот такой сценарий невозможно придумать просто. А что касается Кубка, ну здесь у клуба разные приоритеты. Кто-то играет основным составом, кто-то не основным. Есть доля определенной удачи, везения. И это далеко не нонсенс, когда команда, которая вылетает, или там были команды с первой лиги играли в финале Кубка. То есть для Кубка это, ну не то, что ежегодные, но, в принципе, достаточно частая история, когда встречаются команды из разных лиг, или там с верхней и с нижней части, которые вылетают. Еще Гриф Александр, осторожно имейте. Гриф Александрович, с победой вас и в чемпионате, и в Кубке. Но у меня больше вопросов, наверное, непосредственно больше по итогам сезона. Все-таки за те шесть лет, которые вы возглавляете, лично мое мнение, этот сезон самый сложный был в вашей карьере, тренингской карьере в истории «Зенита». И тут не только даже речь о том, что развязка была, и игра была в том числе достаточно разная по чемпионату. Не считаете ли вы, что в хоккее, когда после, может быть, даже удачного сезона, но когда команда испытывала какие-то сложности, менеджмент устраивает перестройку. Перестройку состава, что-то меняет и так далее. Не считаете ли вы, что «Зенит» сейчас тоже нуждается в перестройке, как раз непосредственно, опять же, к столетию даже Куба? Ну, что касается трансфера и всех проблем, которые есть, мы их знаем, безусловно. И я же не просто так, в начале прошлого сезона, который уже закончился, я говорил, что нам бы удержаться в числе команд, которые будут там на первом месте. У нас там Венделл, Марио, там столько травм. У нас один крайний защитник там остался. По сути, нам по ходу нужно было перестреливаться, менять и тактическую схему игроков, и травмы. Посмотрите, сколько Дуглас играл у нас в весенней части, это лидеры нашей команды. В ключевых матчах, там Вен его пропускал с Краснодаром. У нас проблем было абсолютно полно. То есть мы играли, наверное, в начале сезона, начинали с пары защитников в «Чистяковый район». И по другим позициям, которые люди пропускали, не было. И играл и «Залимхан» пока. То есть у нас по ходу чемпионата, это все туры, когда нужно было набирать очки. Мы только комплектацией занимались. Естественно, этот сезон очень сложный, потому что у нас уходят игроки, вместо них мы практически никого не взяли. Те игроков, которые мы брали зимой, кому-то надо адаптироваться. Если Педро – это 18-летний парень, по сути, который приехал к нам в 17-летнем возрасте, конечно, у нас нет суперзвезд, которые приехали бы решили, как в сезоне, когда приехал «Ракийский», уже готовый игрок в сборной, «Сердара» – сборной, «Бариус» – игрок в сборной. Но это, естественно, усиление было другое, нежели сейчас. Но есть возможности клуба, есть много нюансов, которые влияют. И, по сути, та селекция, которая есть, мы делаем то, что мы можем. Это у всех, наверное, такая мысль, что «Зенит» покупает всех, кого хочет. Но кого мы из российских игроков могли купить за последнее время? Берем игроков, которых мы можем за небольшие деньги. И поэтому они нас играют и делают результат. А по нашему составу, я думаю, сейчас, какая из команд, борющаяся за чемпионство, не могла купить «Клаудиньо» с трансфера 6 плюс 6. Все же могли, да, позволите? Могли. «Бариуса» меньше 15 мы могли? Могли. «Дугласа» с первой лиги из Гамбурга могли? Могли. Единственное, «Вэндл» такой подороже оказался. Но, я думаю, тех игроков, которые приглашали, уже и «Парайдес», и «Малкома», как купили за большие деньги, так и продали за большие деньги. У нас нет такого, что мы транжирим деньги или какими-то там зарплатами невероятными. Их надо заслужить и заработать. Стараемся двигаться. И проблем у нас много. Просто вряд ли это кого-то интересует, кроме нас. Поэтому мы об этом не говорим. Мы просто молчим и делаем свою работу, учитывая, конечно, то, что победная серия «Зенита». Конечно, не нравится многим болельщикам. Мы просим прощения, но мы все-таки стараемся радовать своих болельщиков, своих близких и таких людей, которые получают удовольствие от наших побед. Тоже очень-очень много. – Коллеги, на этом все. Спасибо, хорошего вечера. – Спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует...